Здравствуйте! Пришло время о хронике городских происшествий. В студии Максим Ивановский и в эфире программа «Сканер». Полный провал! Автомобилисты могут попасть в ловушку, образовавшуюся на проезжей части. Фото ямы прислал нам в редакцию очевидец. Дырка появилась в районе перекрестка улиц Больничная Амурская. Издалека она кажется маленькой и не особо глубокой. Но подойдя поближе, открывается вся бездна. Угоди какая-нибудь машина в нее колесом, все, пиши пропало. Ни предупреждающих знаков, ни тем более дорожников в районе ямы не наблюдается. И в продолжении провальной темы. 10 открытых колодцев обнаружили на набережной Амура за жилым комплексом берегу дачи. Заметить опасность трудно. Ловушки заросли травой. По словам местных жителей, раньше колодцы были накрыты деревянными крышками, но они пропали. И теперь гулять по этому участку набережной небезопасно. Ну, конечно, дети маленькие тут бегают. Опасно, конечно. Пусть что-то решают, делают. Или уже закопают их. Побольше бы земли, сравняли бы повыше. Да и все здесь. Хотя бы выровнять все вот это, да и все. И нормально было бы. Ну, так проходили часто. Ну, не часто тут и видели. Камни так кидают, да и все. Он за вас никто не пытался залезть? Нет. Мой друг хотел. Пытался. Ну, не знаю. В конце не это. Не попробовал. Побоялся. С 2011 года на этом участке шли работы по реконструкции берегоукреплению набережной. Рабочие прокладывали и коллектор для отвода дождевых вод. Видимо, тогда здесь и появились опасные колодцы. Завершить работы должны были еще год назад. Но в подрядной организации пояснили, что стройка законсервирована. Денег нет. Исправить ситуацию пообещали, когда продолжится финансирование. Поэтому пока прохожим придется смотреть внимательнее под ноги. Ну, а детям искать безопасное место для игр. И от темы фактических провалов к теме провалов в обучении. К чему приводит незнание правил дорожного движения и невнимательность на дорогах? Конечно же, к ДТП. О них и расскажем. Самоуничтожение Карины. Автомобиль разбился, мощно ударившись в дерево. Это произошло на улице Ленина, около 192-го здания. Как рассказал очевидец, дело было так. На этой машине в автомойку приехала пьяная компания молодых людей. Помыв автомобиль, водитель надавил на газ и на полном ходу вылетел из ворот. И прямиком устремился в дерево на противоположной стороне. Тополь, между прочим, спас женщину с ребенком, которые как раз в этот момент шли по тротуару, аккурат за деревом. После столкновения компания разбежалась в разные стороны. На заднем сидении остался только один парень. Как оказалось, он сын хозяйки авто. Молодой человек сообщил, что ничего не помнит, ибо спал. В происшествии разбираются дорожные полицейские. Серьезнейшими повреждениями обернулась невнимательность водителя Субару. Жесткое столкновение произошло на перекрестке улиц Больничная Амурская. Здесь нет светофора, а значит движение регулируется согласно знаком приоритета. Так вот, этим самым приоритетом обладал шофер Тойоты Виш. Он катился по Амурской со стороны учебного центра. Ее рулевой Субару должен был пропустить его. Но чего-то водитель не стал этого делать. Он выехал на главную дорогу и преградил путь Тойоте. От удара Субару летело до тех пор, пока не врезалось в железобетонную опору труб. Люди в ДТП не пострадали, но машины получили утручающие травмы. Передвигаться сами автомобили больше не смогут. Буханку поцарапали на улице Октябрьской напротив 190-го дома. Как пояснил водитель Тииды, он выехал с территории АЗС и тут же решил перестроиться. Вроде бы даже по сторонам посмотрел и никого ни сзади, ни сбоку не заметил. И откуда появился УАЗик, шоферу непонятно. Зато все ясно водителю Буханки. Он говорит, что ехал, не виляя, в левом ряду. Как Тиида вынырнула с заправки, видел и был уверен, что рулевой легковушки тоже его заметил. А он, оказывается, его не углядел. Потому и пошел на маневр. Автомобилисты Вингроуда и Тииды познакомились на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Октябрьской. Таксист двигался в прямом направлении по Октябрьской в сторону Калинина. И тут встречный ему минивэн встал на пути. Это водитель Вингроуда решил завернуть налево, прямо перед капотом таксомотора. Благо, скорость движения у обоих была небольшой. Потому и повреждения у машин минимальные. А в этой аварии неправ оказался водитель такси. Рулевой желтого универсала решил сменить полосу движения. А в итоге устроил ДТП. Оно произошло на улице Амурской на подъезде к пересечению с Калинина. Таксист не удосужился посмотреть вправо, когда решил шмыгнуть туда из левого ряда. Ведь если бы он глянул в зеркало бокового вида, то увидел бы, что по соседству с ним катится Мазда. И третья авария за минувшие сутки, где участником стал таксомотор. Около 29-го дома по улице Мухина водитель фан-карга преградил путь прогрессу. Рулевой прогрессивного автора сказал, что он ехал в левом ряду. А тут сбоку нарисовался фунтик. Оказалось, что таксист решил развернуться. А то, что для этого следовало занять крайнее левое положение, шофер как-то позабыл. В аварии обошлось без пострадавших. Завтра в Преамурье завоют сирены. Систему оповещения будут проверять в Благовещенске и нескольких населенных пунктах области. С 10 до 11 утра прозвучат два сигнала. Внимание всем и воздушная тревога. Всем, кто услышит эти сигналы, необходимо включить телевизор или радиоприемник для прослушивания экстренного сообщения. В нем, конечно же, не будет ничего страшного. Просто будет транслироваться информация о проверке. Сирены включают 4 раза в год. Ну и напоследок. Если вы становитесь свидетелем каких-либо происшествий, вызывайте сканер. Наш телефон работает круглосуточно, и менять его мы не собираемся. 50-12-12. На сегодня же это все. Помните, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. Сканер. Альфа ТВ. Ру.